Всем привет! В этом видео мы поговорим о самой лучшей пачке в игре на дракона и не только. Если видео было для вас полезным или будет полезным, или просто понравилось, пожалуйста, поддержите лайком и подпишитесь. Я буду знать, что не зря старался. Так вот, принцип работы этой пачки. По сути, он очень простой. Вы ходите, враги не ходят, по итогу они умирают, и босс уже пройден. Как видите, пока я говорил, они уже дошли до босса. Так вот, а если серьезно, Трикару при достаточном количестве защиты атакует, при этом берет с собой всех союзников. Говоря о всех, я имею ввиду максимум четверых. Его и еще троих дополнительно. Поэтому, в совокупности с пассивкой вампира огня, который пополняет вам атакбар с каждого удара, вы ходите практически бесконечно. До того, как ваши враги походят, они уже будут мертвы. В этой пачке самым тяжелым являются, конечно же, руны. Но на самом деле это не настолько сложно. Для новичка это, конечно же, не пойдет. Если вы прям новичок, вы можете использовать обычную пачку дракона. Гайд по этой пачке у меня на канале тоже есть, можете посмотреть. Когда у вас уже есть достаточно рун, когда вы немного спрогрессировали, вы можете начинать делать эту пачку. Здесь будет два варианта того, как можно одевать ведро. Один для более продвинутых игроков, а другой для более начинающих игроков. Но Трикару все одевают одинаково. Там уже различий не будет. Так вот, давайте я покажу вам руны. Поговорим о статах, артефактах и так далее. Начнем, пожалуй, с ведра. Ему вы даете ваши самые дамажные руны. Все, что вы найдете, что будет выдавать самое большое количество урона. При том, что у вас обязательно должно быть 100% крита. Это обязательно, это не обсуждается. Первостепенная важность. Уже скорость тут не так важна. Даже с нулем скорости эта пачка, насколько я знаю, работает. Но желательно иметь хотя бы плюс 20. Но сколько выйдет, столько выйдет. Но ведро должен входить в пачке последней. Это тоже важно. Затем вы уже нацеливаетесь на атаку и на крит дамаг. Чем будет больше, тем, конечно же, лучше. Его можно или в фатал надевать, на тиск. Или вот в рейдж. То ли ярость, то ли гнев на русском, я не помню. И при этом ему надо будет делать какое-то количество здоровья. Например, плюс 7000, 8000 этого уже достаточно. Потому что босс вас наверняка ударит, если у вас недостаточно урона. Например, меня босс бьет. Даже при таких статах. Они не самые низкие. Так что в ведро у нас идет атака. Шанс крита нет. Крит урон. И атака. Сюда тоже побольше атаки, крит урона, шансы крита. Все, что сможете. И в рейдже. И сразу скажу по артефактам. Тоже, конечно же, на атаку. Но если у вас мало хп, можете ставить на здоровье. Лучше не умирать и иметь меньше атаки, чем умирать и иметь много атаки. Ну и артефакты, конечно, на увеличение урона. Чем больше урона будет, тем лучше. Дополнительно защиты, скорости, атаки. Неважно, крит дамаг. Это все хорошо зайдет на ведро. Теперь Трикару. По Трикару я в конце видео оставлю таблицу, сколько защиты вам необходимо. В зависимости от того, какие у вас уровни башен на арене и уровня гильдии. Это вы уже сами все посмотрите и будете смотреть, как, что вы можете сделать. Так вот, конечно же, тут нужна защита, защита, защита. Побольше защиты, вот даже беспроцентной. И побольше, конечно же, защиты. В этом очень помогают руны гарда. Они тут, конечно, вам очень помогут. А также руны, которые увеличивают защиту союзникам. Они также будут учитываться в таблице. Так что это все вы можете уже посмотреть. И что важно, конечно же, артефакты только на защиту. И там уже можете просто белые артефакты делать. Не очень важны статы. Но будет хорошо, опять же, если будет увеличенный урон. Например, дополнительный урон защиты от атаки. Неважно, все хорошо пойдет. Главное, иметь достаточно защиты. После защиты вам обязательно нужна будет достаточно точности. Хотя бы одному из Икару, желательно тому, кто будет ходить первым, сделайте побольше точности. 24 это мало, хотя бы вот 50-40. Но на самом деле, сколько получится, столько сделайте. У меня было вообще мало точности, они все равно 100% проходили. После точности очень важна скорость. Много ее не надо, но хотя бы, как видите, плюс 52 надо. Кажется, у 1 быстрее. Плюс 61, вот плюс 50, плюс 60, лишь бы они ходили быстрее в волк. Затем, стоит нацелиться на увеличение атаки. Атака очень бустит урон от Икару. Ну и по возможности, крит дамаг и шанс крита тоже будет неплохо. Что тут можно упростить? Упростить это. В первый слот вы не сможете взять дополнительную защиту. Так что сюда можно уже ставить руны с большим количеством скорости и точности, а также атаки. И обязательно качайте руну на плюс 15 в первый слот. Потому что эта дополнительная атака очень вам поможет. По сути, это самое важное, что надо знать. По скиллам 3кару, но тут апать никто не будет. Дэвилов жалко. Да и не особо они нужны. Вроде по Икару я все сказал. Сейчас я покажу вам, как вы вообще можете пробуждать Икару. Какой пачкой. Потому что это тоже может вам понадобиться. Вот этой пачкой я лично фармил своих собак и нугами. Советую вам сделать вашу собаку 6 звезд. Надеть на нее руны. И потом идти уже сюда. Если вот только эти трое не могут пройти эти этажи. Если пятый, у вас никак не получается пройти, фармите четвертый. Да, уйдет немного больше времени, но оно того стоит. По рунам вы можете использовать это же ведро. Можете сделать полиусаппортную версию. Это я тоже покажу во втором варианте пачки. Фран тоже в виоленте желательно. Статы примерно такие будут хорошо. Ну, желательно. Побольше скорости, побольше здоровья. И по лоран тоже самое. В виоленте хорошо, побольше точности, скорости и здоровья. И спокойно они будут фармить. И что важно, на боссе сначала атакуете левую башню, потом уже босса. Потому что левая башня кидает раскол. Если босс вас ударит по расколу, то кто-то отлетит и уже будет фейл. Поэтому левую и потом босса. И все. Довольно легкий босс, легкий этаж. Ничего тяжелого здесь быть не должно. Так вот, вроде по всему я прошелся. Таблица опять же будет в конце видео. И вторая пачка, второй вариант пачки через более слабое ведро. Тоже сейчас я покажу. Но, если вот так все сработало, все помогло, видео понравилось, поддержите лайком и подпишитесь. Мне будет очень приятно. Вот это уже второй вариант того, как можно одеть ведро. Давайте сначала пойдем в бой, посмотрим, какая пачка проходит босса. И потом я уже подробно расскажу о рунах. И постараюсь это сделать как можно более сжато. Как вы можете видеть, тут ведро ходит первым. Остальных заливает. И по сути, пачка работает по той же стратегии. Сильно тут ничего не меняется. Вы просто меньше дамажите, но по сути, ходите больше. Хотя я не уверен, так ли это работает. Но, этот босс вас не убивает. По крайней мере, меня он пока не убивал. Пачка очень стабильная. Более 100 заходов я сделал. И фейлов не было. И, по-моему, все довольно-таки просто. Сейчас пойдем на босса. Там тоже есть парочка подводных камней. Я о них расскажу. И, по сути, все упирается здесь в руны. Но требования в рунах очень низкие. Именно для ведра. Так вот. На драконе. Они, по сути, тут его убивают уже не столько качеством, сколько количеством. И тут, по-любому, вы не убьете босса сразу. На него кинется иммунка. И он один или два раза, в зависимости от вашего урона, вас ударит. Поэтому очень важно иметь на ведре много здоровья. И также трикару. У меня они имеют больше атаки, чем обычно. Поэтому они тоже наносят больше урона, чем нужно. Возможно, это способствовало тому, что пачка настолько стабильная. Но думаю, и с обычными трикару она будет работать. Но я такое тестить уже, увы, не смогу. Так вот. По рунам. Вот ведро. Что тут важно? Здесь важно сделать ему много-много хп. Больше, чем у меня на экране. Потому что у меня наполовину прокачаны башни. Да, это немного. Но, скорее всего, у вас они вообще не прокачаны. Если прокачаны, то круто. Обязательно иметь скиллы. Это очень вам поможет. Потому что урона будет больше. И обязательно 100 шанса крита. По скорости. Столько скорости ему тут не нужно. Главное, чтобы он ходил первым в пачке. И ходил быстрее в вол. Тогда проблем быть не должно. Так что одевайте вы его. Вы его в хп. Шанс крита и хп. Или если здоровья достаточно, скорость шанс крита хп. Дефа тоже примерно столько желательно иметь. По артефактам тоже. Ставьте, что у вас есть. Там не важно. Здоровье, атака, защита. Что необходимо, то и ставите. И какие брать свойства. Хорошо зайдет. Свойства на уменьшение полученного урона от врагов стихии огня. Потому что он будет меньше урона получать. Соответственно. И, конечно же, любые артефакты, которые увеличат ваш урон. Как критомат на первом скилле, на втором скилле. Как дополнительный урон от атаки, защиты, скорости. Не важно. Все, что увеличит урон. И, по сути, спокойно вы сможете этой, такой версии ведра, тоже фармить. Если вы не сможете делать дамажного. Так что, по сути, на этом все ясно, я думаю. Если помогло, поставьте лайк. Я буду очень этому рад. И можете отписаться в комментариях. Помогло, нет, работает, не работает. Мне лично интересно знать. На этом все. Спасибо, если досмотрели. Надеюсь, вам поможет. Еще услышимся.